Сфера пассажирского транспорта одна из самых востребованных горожанами. Помимо самих автобусов важную роль играют остановочные павильоны. Сегодня в городе оборудовано 490 мест для ожидания общественного транспорта. 110 из них – остановки нового типа. Уже через пару дней на проспекте Абая появится первый теплый остановочный павильон. Сейчас завершаются последние работы по его отделке. Стоимость его – 7,5 миллионов тенге. В мегаполисах, конечно, такие павильоны используются давно, но для Уральска это новшество. Данный павильон предназначен для присутствия здесь жителей нашего города в теплой атмосфере, если брать зимнее время. И в летнее время будет установлен кондиционер, соответственно, здесь будет прохладно. Хотелось бы, чтобы люди относились к этому аккуратно, с пониманием. Это все для нас с вами делается. Площадь павильона – 24 квадратных метра. Для обеспечения порядка внутри и снаружи павильона установлено видеонаблюдение. На ночь он будет закрываться. Как мы видим, крытые остановочные павильоны очень удобны в использовании. Здесь панорамный обзор. Это позволяет видеть все автобусы, подъезжающие к остановочному павильону. Приятный, удобный температурный режим, который поддерживает кондиционеры и специальные устройства. И, кроме того, здесь есть розетки, с помощью которых можно зарядить даже мобильный телефон. Работа по установке новых павильонов будет продолжаться, говорят специалисты отдела ЖКХ. В текущем году мы планируем закупиться и установить еще 30 новых остановок, а также 10 теплых остановок до конца года планируем установить. Но, к сожалению, не все так хорошо. Свыше 150 остановочных павильонов в городе по-прежнему не хватает. В некоторых местах их никогда и не было. В дождь, снег и палящее солнце люди вынуждены ждать общественный транспорт на открытой местности. Есть места, где старые, но пригодные павильоны демонтируют раньше времени. Это один из самых оживленных районов города. Здесь большое скопление общественного транспорта и такое же большое скопление пассажиров. Но остановочного павильона здесь почему-то нет. И, как говорят сами пассажиры, уже больше месяца. Смысл таких действий пассажирам, естественно, непонятен. Раньше был павильон, здесь стоял, как бы нас устраивало и дождь, и снег. Как бы было хоть где укрыться. А сейчас павильона нет, не знаю, по какой причине его нет. Сотрудники ЖКХ пояснили, что на этом месте, в районе остановки «Жигули», в скором времени установят теплый павильон. Но когда именно, пока неизвестно. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Рустам Жумашев, ТДК-42.